вебинар, который посвящен теме управления групповой динамикой «Поймай волну», и мы будем с вами учиться понимать эти волны групповой динамики и ловить их для того, чтобы наш тренинг был наиболее эффективен. Меня зовут Медведев Екатерина, я представляю компанию «Анота», я по образованию психолог и тренер. Я специализируюсь именно на проведении корпоративных тренингов. Мы не работаем корпоративно, я не люблю работать корпоративно, потому что больше всего я люблю... Я не то говорю, я говорю. Не люблю работать в формате открытых тренингов, в большей степени я работаю корпоративно. И именно это мне нравится тем, что в корпоративном формате как раз групповая динамика наиболее интересна и наиболее остра, потому что в отличие от открытых тренингов в корпоративном формате у нас с вами уже есть определенный этап групповой динамики, и наша задача на тренинге понять, а где сейчас группа находится, и учитывая то, что мы понимаем про группу, еще помогать двигаться к группе дальше в сторону конструктивного этапа. Я работаю корпоративно, это вот те клиенты, с которыми мы работаем корпоративно, и которые покупают тренинги по управленческим навыкам или, например, тренинги по переговорам. Единственный формат, где я провожу открытые тренинги, это как раз тренинг тренеров, и это вот мое самое любимое и самое дорогое детище. Спасибо большое. И какие вопросы вам актуальны сегодня в контексте нашего вебинара в управлении групповой динамики. Пожалуйста, и можно прямо в чате написать, для меня это будет очень полезно, и я постараюсь в процессе тренинга, в процессе вебинара отвечать на ваши вопросы, на то, что вы мне сейчас озвучите, это позволит меня направить. А я пока расскажу о том, что мы будем здесь делать. Мы познакомимся с этапами групповой динамики. Я вам расскажу именно свой подход, как я поняла за 13 лет работы тренером, как я поняла, что такое групповая динамика, и я попробую поделиться именно своими наработками в управлении групповой динамикой. Поэтому, пожалуйста, можно написать, кто вы, что вы относительно тренингов, и буквально свои там один-два вопросы, которые для вас актуальны в контексте групповой динамики. Меры нет в списке, только сейчас поняла, что я имею в виду. Я все это время думала, прочитала, и думала, что это, что это будет, значит, оплошность. Там не все клиенты в списке, те, которые есть на самом деле. Угу. Отлично. Спасибо. Спасибо, Маргарита. Угу. Да. Пожалуйста, вопросы относительно групповой динамики, какие есть, или кто вы, что вы, что вы можете о себе рассказать, пожалуйста, пишите. Для меня это будет полезно. Угу. Ирина. Вот. Ирина, с управлением команды, это очень хорошо. И я когда готовила вот этот вот вебинар, я думаю, ну, будет очень хорошо, если из вашей компании кто-то присоединится, потому что эта тема актуальна была, как раз с руководителями с вашими недавно ее обсуждали. Да. И вот эта вот групповая динамика, это закономерности, которые не только в тренинге, а вообще везде. Угу. Эльвира. Внутренний тренер. Все интересно. Угу. Ну, так, тренинги, его процессы со стороны, как все происходит, и дни. Светлана. Спасибо. Из Ярославля. Очень рада. Угу. Михаил. Прекрасно. Да, все, Михаил, я узнала по фамилии. Хорошо, что фамилию показала. Угу. Прекрасно. Да. Пожалуйста, если у нас будут еще вопросы, представляйтесь, я все это прочитаю и буду стараться учитывать. Так. И у нас с вами будут вот такие правила, такой у нас формат. Мы с вами работаем до 20.00. Я могу немножко задержать, например, максимум на 15 минут наш вебинар. И все вопросы, которые у нас будут возникать, пожалуйста, по мере поступления, сразу же пишите, задавайте. Это будет нам помогать. Я буду стараться их учитывать для того, чтобы сделать наши занятия наиболее полезными вам. Давайте тогда поехали мы в путь. И для меня управление групповой динамикой, и вообще групповая динамика, это две метафоры. Это полет стая птиц, то, что вы видите сейчас, и то, что я вам вначале показывала про, первый наш был слайд, про заставку. Вообще групповая динамика – это эмоциональные процессы, которые протекают в группе. И поэтому эмоции – это некоторая волна. И если мы с вами на прошлом вебинаре, если кто-то ездил здесь, в прошлом вебинаре по структуре тренингов, и вообще, когда мы составляем тренинг согласно структуре, то это такие вот незыблемые столпы, которые имеют вполне материализованную основу. То управление групповой динамикой – это прежде всего учитывание, что сейчас происходит в отношениях, что сейчас происходит в эмоциях, какие эмоции и отношения, они преобладают, и куда мы сейчас идём? Светлана. Светлана, спасибо, отлично, очень хорошо прочитала. Нижний Новгород, есть люди из Нижнего Новгорода, это очень радует и хорошо. И я вам для примера хочу показать вот такой ролик. Сначала мы с вами… я вам выдаю вопрос, как управлять стаей птиц с вашей точки зрения. И мы смотрим ролик. Во время этого ролика вы можете для себя отвечать на этот вопрос и для себя, и, кстати, в чат. Как управлять стаей птиц? Ой, отлично, спасибо, спасибо, Маргарита, это очень поддерживает вашу обратную связь в процессе. Да, итак, мы сейчас с вами смотрим ролик и отвечаем на вопрос, как управлять стаей птиц. Спасибо. Спасибо. На этом мы остановимся, и мой вопрос вам. Как управлять стаей птиц? Если мы предполагаем, что групповая динамика – это равносильно полёту стаей птиц, то как мы можем ей управлять? Так, Светлана, вести за собой, определив вожака. Вот, очень интересно, да, очень интересная мысль про определить вожака. И вот это вот будет важно для нас. А как вести за собой? Да, вот давайте ещё поразмышляем на тему, как именно вести за собой. Ещё какие у нас будут суждения, как нам управлять вот этой вот стаей птиц? Или кто и что управляет стаей птиц? Вот я вам показала сейчас ролик, и на этом примере я хотела показать. Так, сейчас читаю нематериальной мотивации. Какая-то награда, соревновательный элемент. Кто быстрее, так, отлично, да, соревнования, да, очень хорошо. Награда, то есть птиц может что-то привлекать вовне, да, и если это видит вожак или тот, кто первый увидит, это может стимулировать их полёт в определённом направлении. Быть на одном уровне с участником, помогать на продвижении тренинга, поддерживать инициативу. Маргарита, ага. Отлично. Вот, очень важно, что с одной стороны быть на одном уровне, с другой стороны мы проговорим ещё, что где-то важно, когда мы управляем групповой динамикой, быть вне. Вот я вам специально показала именно стаю птиц, для меня полёт это и есть групповая динамика, показать, подсказать направление полёта. Вот смотрите, да, мы когда с вами видели вот этот вот пример, то было заметно, что сначала стая летит в одно направление и у неё вожак один, а потом стая летит в другое направление и у неё вожак другой. И таким образом стая птиц, она перелетает из одного конца в другой и при этом меняется лидерство. И если мы знаем, что когда вот самая такая вот типичная стая птиц, гуси, которые летят гуськом, они передают пальму первенства. И что управляет вот эта вот стая птиц? Стая птиц управляет всё то, что находится вокруг. С одной стороны, это их цель, перелёт, с другой стороны, это направление ветра, это окружающая среда, которая, вот как здесь мы с вами говорили, как Ирина говорит, награда, которая привлекает внимание. Это внутренняя мотивация тех или иных участников или тех или иных птиц, которые стимулируют лететь в другое направление и вести за собой. И что важно, смотрите, с одной стороны хаос, но с другой стороны, этот хаос, он очень упорядоченный, и птицы не сталкиваются друг с другом. И это тоже важно для нас, то, что иногда, когда нам кажется, что хаос, на самом деле коллективно и бессознательно, так как и у птиц, они невербально, без помощи слов, без помощи правил, понимают направление движения друг друга. Так и участники на тренингах тоже бессознательно понимают направление движения друг друга. Поэтому вообще говорить о том, что управлять групповой динамикой, так как и управлять стаей птиц, это очень неоднозначное понятие, и в большей степени даже это провоцирующий такой был вопрос с моей стороны. То, что управлять групповой динамикой невозможно, групповой динамикой ее можно только направлять, помогая участникам двигаться вперед. И вот это вот очень важно для нас. И задача тренера создавать условия, то есть быть погодой, природой, быть фоном, на который эта стая птиц летит, задавая цель, задавая направление. И вот из этой метафоры мы переходим сейчас с вами к главному правилу групповой динамики, но это даже не совсем не правило, а этапы. Эти этапы – это закономерность, по которой все происходит. Смотрите, здесь у нас выделяют, когда пять этапов, когда четыре этапа. Первый этап – это этап формирования, когда у нас команда находится на формальной стадии, и участники, закрытые по отношению к тренеру друг к другу, они присматриваются и стараются формально себя проявлять для того, чтобы не раскрывать свои истинные намерения, мотивы, потому что они боятся быть задетыми, обиженными и так далее. Для меня этап формирования ассоциируется с фильмом «Гараж», когда они, когда в начале фильма, вообще фильм «Гараж», он о групповой динамике в том числе. И в начале фильма начальники кооператива говорят, кто за то, чтобы признать работу кооператива удовлетворительной. И что говорят им участники кооператива? Да признать превосходной и разойтись по домам. И это очень типично. То есть что здесь происходит? Признать превосходной, то есть мы не хотим усматривать какую-либо критику в ваших действиях. Почему? Потому что наша цель – пойти домой. Вот цель формального этапа – это быстро разойтись домой. И поэтому задача участников как бы ни на что не спровоцироваться, быстрее все закончить, быстрее все подакнуть и пойти домой. То есть на этом этапе участники говорят нам всегда на тренинге – тренер молодец, у нас все прекрасно, мы тоже все молодцы, у нас у всех все очень хорошо получается. Для чего? Для того, чтобы тренер не нашел, чему учить, грубо говоря, или просто в принципе отстал. Но после этого этапа у нас приходит конфликт или бурление, как здесь написано, еще называют «шторм». И отсюда вот групповая динамика, образ волны «шторм», когда все начинают конфликтовать друг с другом. Если на первом этапе, то каждый сам по себе и каждый закрыт от всех остальных, то на втором этапе у нас все начинают конфликтовать друг с другом. Это общие споры, и мы можем конфликтовать на любой почве. То есть не важно на самом деле причина, важен именно энергетический потенциал. То, что мы готовы быть включенными, мы готовы быть активными. Уж раз мы пришли, то мы тогда будем тут биться до последнего. И на этом этапе важно, что этот конфликт, он может уходить в неконструктивное русло. И задача тренера переводить все это в конструктивное русло, то есть в русло обучения. Потому что наша задача на тренинге все-таки же обучить, а не просто конфликтовать, а бы ради чего. Следующий этап, третий, это этап нормирования, когда мы принимаем решение. То, что давайте вот эту вот тему, что сейчас выходные, и мы учимся выходные, или что тренинг нам не полезен, мы уже обсудили, мы ее закрываем и начнем тренировать вот такой-то навык. То есть мы о чем-то договариваемся и формируем правила, что теперь мы будем жить вот так вот. Мы не будем обзывать друг друга, или мы будем открыто высказывать критику в таком формате. И часто этот этап его пропускают, и можно выделить четыре этапа. Это функционирование или, собственно, конструктивная работа команды, где команда готова работать, впахивать и обучаться, уже не отвлекаясь на личностные мотивы, желания. То есть здесь стремление учиться. И последний этап – это завершение. Мы сейчас с вами более подробно пройдем по каждому этапу и рассмотрим задачи тренера на каждом из этих этапов. Вот первая стадия – это стадия формальная. И здесь участники как бы спят. То есть они спят внутренне. Я сейчас проговорила. На самом деле их задача уйти пораньше. И они закрыты. Вот как на данном рисунке. И наша задача какова вообще при управлении групповой динамикой? Да, вот давайте вернемся вот к этому вот предыдущему слайду. Самая главная цель управления групповой динамикой. Мы проговорили. Если у вас есть мысли по главной цели, можно мне написать. Мы сейчас с вами сверим. Смотрите, мы проговорили, что в целом управлять групповой динамикой невозможно. Это не совсем корректно. Наша задача – направлять ее или создавать условия для того, чтобы вот эти вот этапы, они проходили наиболее конструктивно или наиболее эффективно для нас. Так как же наиболее эффективно? Смотрите. Первый этап. Наша цель, чтобы тренинг в большей степени проходил на этапе функционирования или на конструктивном этапе командной работы. Вот где у нас здесь на слайде написано «реальная команда». На стадии формирования участники ничему не учатся. То есть, что бы вы им ни говорили, они поддакивают, но на самом деле они закрыты. И поэтому тренинг проходит на самом деле в холостую. На стадии конфликтов тоже никто не учится. Потому что задача – доказать, кто прав, кто виноват, или доказать свою силу, и некогда получать знания. Поэтому наша задача, когда мы управляем групповой динамикой, будь то своего коллектива или как тренера, наша задача – быстрее перейти на стадии функционирования. То есть, быстрее пройти этап формальный и быстрее обо всем поконфликтовать и договориться, о чем возможно. Это наша главная задача. Поэтому первые два этапа мы как бы торопимся с одной стороны в стадию функционирования, с другой стороны мы делаем это тоже осторожно. Итак, вот у нас формальная стадия групповой динамики. И здесь написано, торопимся в шторм, наша задача – быстрее переходить к проблематизации. Что такое проблематизация? Проблематизация – это та или иная активность участников. Но, с одной стороны, мы торопимся, с другой стороны, если мы будем торопиться к конфликтам очень быстро, то тогда и конфликты будут проходить формально. Буквально, то есть, людям нужно некоторое время для того, чтобы попривыкнуть друг к другу, для того, чтобы посмотреть, что здесь безопасное пространство. Безопасно, что я могу открыто говорить о своих мыслях, о своих возражениях и даже несогласиях. И при этом меня никто не будет бить там битой по голове. Поэтому наша задача – мы создаем атмосферу безопасности. И для этого у нас в тренинге есть знакомство с целью правила. Если мы управляем своим коллективом, то что важно? Важно, что мы даем человеку высказаться по любой теме. И при этом мы ему говорим, да, там, твое мнение важно. И что-то с этим мнением делаем. То есть, мы его не просто пропускаем, а мы учитываем его, отрабатываем, обсуждаем, разговариваем с ним по поводу этого мнения. Дальше у нас в теории, в структуре тренинга у нас идет теория. Вот теория, которая здесь может быть в начале тренинга самая длинная, самая большая. И она может быть до получаса. И эта теория тоже важна для того, чтобы участники присмотрелись друг к другу. Да, запись будет, и она будет на портале, где вы сейчас. И мы можем выслать ее тем, кто зарегистрировался. Так, смотрите. И когда тренер рассказывает теорию, то в это время участники присматриваются друг к другу. Они смотрят, а как другие реагируют, а как тренер рассказывает при этом. Он рассказывает и говорит о том, что все кругом дураки и никто ничего не понимает. И тогда, скорее всего, опасно здесь действительно что-то рассказывать про себя, потому что и про тебя тоже так потом скажут, подумают или скажут прямо сейчас. Вот, поэтому теория здесь также важна для того, чтобы люди присмотрелись и к друг другу, и к себе в том числе. И мы буквально вчера проводили демо-тренинг двухчасовой. И так его составили по структуре тренинга, по циклу колба, то есть, в принципе, по всем вот этим вот этапам и групповой динамике в том числе. И 15 минут перед активным упражнением не хватает для того, чтобы люди в активном упражнении стали истинными, настоящими. И это нормально. То есть им нужно какое-то время посидеть. То есть, смотрите, с одной стороны мы торопимся туда, но с другой стороны мы медленно торопимся, то есть со вкусом. Мы даем людям присмотреться. Как на всех праздниках, на свадьбах, там, поговорка какая-то есть, да, что свадьба без драки. Вот, то есть драка – это нормально, но не дерутся сразу же. Люди сначала присматриваются друг к другу, потом дерутся. Так, вот, смотрите. Дальше мы потихонечку начинаем их так вот прощупывать, и мы задаем пророкационный вопрос. Пророкационный вопрос – это те вопросы, которые не дают возможности ответить однозначно, да. Например, вопрос «Как дела?» – он не пророкационный. Это такой как раз формальный вопрос. «Как дела?» – нормально. Мы знаем, и как отвечать на этот вопрос. В результате мы на самом деле все закрыты. А когда мы задаем пророкационный вопрос, например, как я сейчас, «Как управлять стая птиц?», да, то здесь нет однозначного ответа. И я даже более того вам сказала, что ей практически невозможно управлять, да, потому что ей управляет природа. И вот это вот, это и позволяет расшевелить группу. Или там, например, управленческий тренинг, тренинг принятия решений. И я говорю, начинаю тренинг с того, что руководитель не принимает решения. Он просто ставит галочку на тех решениях, которые ему преподносят. И, конечно же, здесь возникают несогласные. И это очень хорошо, потому что несогласные дают энергию для того, чтобы мы услышали многообразие мнений. Кто-то будет защищать мою точку зрения, кто-то будет защищать эту точку зрения, что да, как же, руководители принимают решения. И, конечно, правда, она всегда посередине. Но наша задача на тренинге вообще в жизни, мне кажется, никогда нет задачи доказать свою точку зрения или там убедить кого-то в чем-то. Главный результат. И вот для результата наша задача, чтобы люди высказали. И их нужно подтолкнуть к этому, расшевелить. То есть помогают провокационные вопросы. И это может быть там уже на этапе знакомства и целей, когда мы говорим о трудностях, а не о том, как у нас хорошо все получается. И смотрите, дальше следующий пункт, который нам важен, это поддерживать несогласно. То есть вот кто-то говорит, а я не согласен, я говорю, руководители не принимают решения. А кто-то говорит, я не согласен, я считаю, что я руководитель, я всегда принимаю решения. И я ему не говорю, что фу, нет, ты не прав, вот я сказала, что не принимают, значит так. А я ему говорю, да, очень интересно, расскажите ваше мнение. Расскажите об этом поподробнее, как вы это делаете. Вот это вот называется поддерживать несогласных. То есть мы поддерживаем любое мнение, отличное от мнения большинства. Потому что там ресурс и там как раз вот эта вот энергия, которую потом мы можем запустить. И здесь вот я пишу поддерживать Омегу. То есть таким образом мы, а Омегу сейчас я вам расскажу, что это такое, будет чуть попозже. Таким образом, смотрите, мы начинаем потихонечку спускаться вниз. То есть формальная стадия, это когда мы все совсем согласны. И мы говорим, будьте любезны, спасибо за ваше мнение, нам очень хорошо всем вместе. А потом мы потихонечку начинаем опускаться. И наша задача вытаскивать тех, кто поможет нам спускаться. А поможет нам спускаться, они согласны. Дальше. Так. Дальше мы будем с вами сейчас говорить о стадии конфликта. Но чтобы говорить о стадии конфликта, нам нужно с вами разобрать две роли. Две роли в групповой динамике это роли Альфа и Омега. Что такое Альфа и Омега? Вот смотрите, интересно то, как они здесь сидят. И на самом деле на тренинге часто так и садятся. Но я сейчас объясню, как. Смотрите вот. Начнем с Альфа. Альфа. Есть такое известное понятие Альфа-самец. И это вот примерно о том же. Что такое роль Альфа на тренинге и вообще в группе? Это роль лидера. Здесь имеется в виду именно неформальный лидер. То есть это тот человек, который ведет за собой большинство. И мы с вами вначале когда говорили, да, Светлана нам говорила, что определить вожака и с помощью вожака вести группу за собой. Вот это и есть Альфа. Альфа это тот, кого все принимают. И что важно в Альфе? То, что у Альфа есть огромный энергетический потенциал. То есть это человек с огромной энергетикой, с харизмой. Это человек, одна сплошная эмоция. Вот. Первое, нам нужно выделить его. Второе, кого мы выделяем, это роль Омеги. Омега это антилидер. Что здесь важно? Что Омега это тот же самый лидер по своей натуре. То есть у него огромное количество энергии и хорошая способность вести за собой, привлекать к себе внимание. Но только он не принимается большинством. Вот это вот для нас принципиально. То есть, смотрите, вот формальная стадия. И Альфа у нас будет говорить, да, нам всем все очень нравится и все полезно. Да, у нас у всех все получается. И все поддакивают. Да-да-да, да-да-да-да. А Омега в это время, например, скажет, ой, а вот вчера-то вы ошиблись вот в том-то. Вот, смотрите, то есть он начинает конфликт. Он один-единственный говорит о том, о чем все остальные молчат. И это польза Омеги. Смотрите, здесь, если мы прочитаем, что здесь написано у нас, да, то, например, это аутсайдер, общий враг для всех. То есть это, да, тот, кто, тот, против кого мы можем дружить. Но здесь важно, когда мы определяем истинную Омегу, что Омега – это все-таки человек с большим ресурсом. И важно именно такое понятие, как результат вместе с тем. И когда это важно вытаскивать у Омеги смысл, то есть он может говорить, а я не согласен. И это неконструктивное высказывание. Но мы с вами помним правило, что когда мы опускаемся в конфликт, наша задача поддерживать Омегу. То есть как мы поддерживаем? Мы говорим, хорошо, ты не согласен. А с чем именно ты не согласен? И он нам говорит, да просто все это вот чухня, а все плохо. Мы говорим, а что именно чухня плохо? И он говорит, ну, на самом деле у нас вот проблемы сейчас в коллективе такие, что мы не умеем там разговаривать друг с другом. Вот. И вот здесь пошел ресурс. То есть он может выглядеть внешне неконструктивно, и за это его не любят. Ну, то, что вот мы так ладненько здесь сидим, а он вдруг, пожалуйста, говорит, что что-то у нас не так. И наша задача все-таки понять, есть там вот это вот как бы твердое, да, пустое и твердое, есть там твердое вот в этой Омеге, но чаще всего оно есть. И наша задача вот это вот выкопать. И мы поддерживаем, то есть идем за Омегой вот в этих вот несогласных высказываниях. Потому что если мы будем проводить тренинг или жить и работать в поле, у нас все хорошо, то тогда мы никуда не придем. Потому что как только у нас все хорошо, так только все плохо, и люди не готовы. А почему выгодно говорить, что у нас все хорошо? Для того, чтобы ничего не делать. Делать надо там, где плохо. Нужно копать там, где ты хочешь что-то посадить, но оно там не растет. А если все растет, то копать не надо. Вот. Поэтому всегда, когда с нами не соглашаются, это хорошо. И можно идти туда вот в это вот направление. Так, с Альфой Омегой на самом деле это очень сложная тема. Я сейчас ее постаралась прям совсем быстро-быстро вам дать. Но ключевое здесь что? Нам не нужно вытаскивать и понимать до конца вот эти вот роли Альфа Омега. Наша задача выделить два энергетических центра хотя бы. Кто здесь у меня там плюс и кто минус. И наша задача переворачивать. То есть смотрите, вот наш слайд с групповой динамикой. Смотрите, нам Омега нужен, потому что он помогает прийти к конфликту. Вот его главная задача. Это тот, кто говорит, а я не согласен, Баба Яга против, а у нас все по-другому. Мы говорим, отлично, как у нас все по-другому, выясняем и идем за этим. Альфа нам нужна для того, чтобы когда мы опустились в конфликт, все-таки вытащить это дальше, в результат. Но что мы делаем? И тогда две эти роли, они крайне важны. И вот сейчас такое, знаете, сейчас такое вот модное слово, биполярный мир, да, то есть вот биполярность, оно хорошо. Важно во всем, чтобы был, как бы, мы можем свет видеть только на фоне тьмы. И поэтому наша задача никогда никуда не присоединяться однозначно. Наша задача быть всегда вне и наблюдать за этим для того, чтобы направлять свою русло. Сейчас я... Давайте вспомним фильм «Чучело». И там прекрасным образом продемонстрирован вот этот вот пример, что Альфа и Омега, чучело и сомов, они очень легко меняются местами. И что это на самом деле одно и то же, одно и то же энергетически. И задача учителя не присоединяться никому, да, а вести детей, в данном случае в фильме, в сторону света, в данном случае в нашем тренинге, в сторону обучения. И в случае в управлении, в сторону достижения результата. Вот, для этого важно искать истину где-то посередине. У меня к вам будет такой вопрос. Может или должен ли тренер быть Омегой или Альфой? Как вы это понимаете и видите. Может или должен ли тренер быть Омегой или Альфой? Вот занимать вот эти вот роли. Альфа или Омега на тренинге или... Ну, в большей степени на тренинге, да. Да. Пока вы отвечаете, я вам покажу сейчас еще один ролик в качестве примера. Может быть, то есть Михаил считает, может быть и тем, и другим. Собмещать обе функции. Я сейчас вам покажу ролик. Наверное, да, когда нет второго полюса. Так, и мы посмотрим с вами отрывок из фильма «Легенда 17». На фу. Собмещать обе функции. Валер, хваду. Мы все-таки в Японии, Валер. Главное, чтоб в конце слова все будет. Мы виноваты, альфинам. Это какой игре? Э, ку-ку. Это все у вас, альфинам. Как дела? Здесь нет, валите куда, наоборот открыты. Бартак, тоже коррек. Бартак, ты в чем наем. Бартак, ты с собой стол. Ну, как ты здесь, как папы на базаре? Чего вы ориете? Что такое? Бля, строй. Бартак, ты хоть одну шайбу ты себе набью. Все, налет. А вы затяните так, чтоб не разлетелось. Налет! Гна была интересная, много расслабленная. Так что самое время для тренировки. Против тесовой стрелки вокруг меня. Поехали! Быстрее, быстрее, быстрее. Уже круг. А теперь те, кто играет за циска. Стоять! Побьем, 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 поехали дальше. Поехали, поехали, поехали! Нет, соседей. Шартака, прескал, прескал за Динамо. А теперь Динамо! Стоять! Побьем, 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 побьем! Семен, ты че встал? Динамо? Шартака! Стоять! Стали, стали, стали! Анатолий Владимирович, объясню, что происходит. Анатолий Владимирович, я сплошу вас! Анатолий Владимирович, крылья, стоять! Не медленно! Преократите, издеваться над командой! Быстрее, быстрее! Что вы чем позволяете? Расслабились они, вот это шведы, не соперники. Товарищ Товилья, стоять! Атака, стоять! Стоять! Чиска! Я стоял, Лёша! Я сказал! Я остановлюсь, Лёша! Ворону ко мне! Что значит не останавливаться? Мы сейчас, сейчас здесь, мы, мы сборные. Борные, с людьми, с людьми. Вот такой прекрасный отрывок. И мне кажется, он очень хорошо демонстрирует как мы управляем групповой динамикой. Тренер Омега, такой у него подход, чтобы выявить Альфу. Смотрите, с одной стороны, да, он берет роль Омеги, и Михаил говорит, что здесь выявляется Альфа, это Харлам. С другой стороны, что он делает? Он работает методологией. Да, вот мой ответ, то, что идея, ну, в идеале, в таком идеалистичном мире, что нет, ответ на вопрос, может или должен быть тренер Альфы или Омегой. Он не должен быть. То есть, наша задача тренера не быть ни Альфой, ни Омегой, потому что у нас есть методология. И с помощью методологии наша задача, вот, достигать тех результатов, которые необходимы. Наша задача вывести на конструктивный этап. Чтобы вывести на конструктивный этап, наша задача всех примирить друг с другом. На конструктивном этапе участники понимают, что есть разные люди, есть люди конфликтные, есть люди эмоциональные, есть люди просто грубияные, есть люди умные, тихие и спокойные. И тем не менее, именно в таком составе мы можем давать максимальное количество результатов. Потому что если мы будем все друг к другу поддакивать, и если мы будем все похожи, то мы никуда не двинемся. Что делает Харламов? Он дает ролевую игру. По нашему циклу колба это ролевая игра с проблематизацией. Если вы видели вебинар предыдущий по структуре или посмотрите в записи, там я говорила о цикле колба. И проблематизация это то, когда мы с помощью активных действий, активных упражнений даем возможность участникам осознать нашу сильную сторону, зону развития. И с точки зрения этапа групповой динамики конфликт, это мощнейший способ как раз направить группу в необходимое русло. И тут мы осознаем, делаем выводы, мы осознаем, как вот в этом примере, что не надо нам ругаться, нам нужно двигаться вместе, нам нужно двигаться на то, что мы все вместе, мы ЦСКА. И если мы будем ругаться, то мы тогда вообще, у нас ничего не будет, никаких результатов. И так в нашей реальной работе. Наша задача, так, действие тренера на стадии шторм, организовать активную работу. Вот, то есть в идеале наша задача не вставать ни на Омегу, ни на Альфу. Вот когда мы задаем провокационные вопросы, то это уже способ, такой вот легкий способ быть Омегой, потому что Омега задает провокационные вопросы. Но мы поддерживаем и не согласны. И только если совсем плохо, что у нас в коллективе все говорят, да, у нас все здорово, мы самые лучшие, и нет никого лучше у нас, тогда мы встаем, там, например, я руководитель, я тренер, и говорим, у нас все плохо, мы не делаем то-то, то-то, то-то. Или мы и слушаем, смотрим дальше, то есть наша задача все равно максимально долго не находиться в этой роли, потому что эта роль, она нелюбима многими. И нужно иметь огромный энергетический запас для того, чтобы выдерживать, особенно в позиции тренера, когда тебе нужно еще научить и дать знания, выдерживать вот этот вот негативный запас. Поэтому самое главное, наша задача дать активную работу. То есть вот есть энергия конфликта, это данность. И наша задача не чтобы участники конфликтовались с тренером, или не чтобы они дрались между собой. Наша задача эту энергию использовать для того, чтобы они работали также в управлении коллективом. Да, если мы можем работать только тогда, когда мы осознаем, что у нас что-то не так. И не нужно ругаться и обвинять другого, то, что у нас не так, потому что ты плохо делаешь. А нужно пойти все вместе и изменить. То есть да, можно все вместе собраться на совещании и подумать, у нас не так, что мы сделали не так, что можно сделать по-другому. И здесь будут легкие конфликты, и это нормально. Но наша задача быстрее думать в сторону, а как сделать по-другому, и пойти это делать. Вот, и в тренинге организация активной работы. Вот, проблемизация по Делой Ду Колбу. И здесь мы используем ролевые игры, деловые игры. И чем сложнее задача, тем в большей степени будет энергия конфликта использована в продуктивное русло. Потом, вы уже писали, что соревнования – это прекрасный способ управления групповой динамикой. Да, если нам особенно нужно спровоцировать группу, то тогда мы можем любое задание, то же самое ролевую игру сделать. Например, если у нас продажа, один клиент и два продавца. Они оба продают клиент. Кто продаст? Это усиливает, очень усиливает заряд в группе. Или там, например, управленческие навыки. Пожалуйста, смарт-задачу в командах мы делаем, и чья команда сделает лучше без ошибок. Тоже мини-соревнования, но это поднимает энергетику. Тогда, когда мы понимаем, что да, группе недостаточно, группа недостаточно высказалась, у нее есть еще вот эта вот энергия. И что еще важно? Смотрите, на стадии шторма, когда, как мы понимаем, что стадии шторма, что часто, что много возражений, много сопротивлений, например, по отношению к тренеру и по отношению к группе – это главный наш индикатор, главный критерий. Если такое происходит, то очень важно не давать важных содержательно тем. Почему? Потому что энергия, она сейчас находится просто, на самом деле, в другом месте, точно не в голове. Мы сейчас делим власть. Стадия конфликта, стадия шторма – это дележка власти. Вот, поэтому уходим от дележки власти, переходим к активным упражнениям, но в большей степени к активным упражнениям на осознание. Дать важные вещи, которые вы решили, что важны для вас, не получится. Их оставьте на другие стадии. Так, смотрите, вот мы с вами разобрали две самых главных стадии или самых сложных стадий для тренера и для жизни. Это формальные стадии, когда все согласны друг с другом. И стадии конфликта, когда все не согласны друг с другом. И мы проговорили, что на стадии формирования самое главное – дать людям возможность присмотреться потихонечку друг к другу и начать провоцировать с помощью вопросов. На стадии конфликта самое главное – организовать активную работу. И мы находим двух активных участников. Два энергетических центра – Альфа и Омега. Омега позволяет нам опуститься вниз, Альфа помогает нам направляться вверх. Так, скажите, вот по этим двум самым сложным этапам есть у нас вопросы? Если нет, тогда, пожалуйста, поставьте плюсик, и я буду понимать, что мы движемся дальше. Так, Маргарита, спасибо большое, три плюсика. Да, вижу, Маргарита, от вас такой вот заряд, и это вдохновляет. Так, отлично, все, спасибо. Вот, про Альфу и Омегу еще раз. То есть вот эти вот два полюса, они должны быть. Если никак не получается по-другому, значит, мы берем эту роль на себя. Но стараемся ее быстрее переводить. Как переводить? Это активное упражнение, и мы поддерживаем. Кто-то сказал, ой, надоело уже ругаться. Мы поддерживаем очень хорошо. Давайте мы послушаем, там, например, Юлю, которая сказала. Ага, что вы имеете в виду? А давайте уже делать активное упражнение. Все, отлично, Юля, давайте вот это вот делать. Вот, то есть быстро выходим. Так, у меня вот вам еще какой слайд был. Вот, то, что тренер, позиция тренера относительно системы. Тренер вне системы. То есть мы помним в групповой динамике, что тренер – это погода, природа. Вот, поэтому если мы и встали, как погода, вменили какую-то роль, то мы понимаем, что мы вставили протез, как бы, команде. Мы не формируем команду, вот, а мы временно просто сейчас залатали, вот, и нужно все-таки вылечить. А вылечить – это создать полноценную команду со всеми ролями. А мы – только упражнения. Так, если команда знает друг друга, можно сразу перейти к конфликтам. Ну, смотрите, если корпоративные тренинги, в чем их особенность? Вот я сейчас верну самый, наш главный слайд. В чем особенность корпоративных тренингов? То, что там уже какая-то стадия есть. Вот, и она очень часто конфликтная, эта стадия. Но, но все равно некоторый ритуал, он должен быть. Вот, поэтому, и к стадии конфликта, я бы не сказала, вы почувствуете. То есть, смотрите, нужно поймать волну. Мы начинаем то, как мы подготовили, там, знакомство, что мы немножечко теории рассказываем. Нас начинают перебивать. То есть, вот, вот у нас есть теория, и мы бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А нам вопросы сыпят, сыпят, сыпят. Даже вопросы, если сыпят, все. Это значит, что группа хочет говорить сама. Поэтому мы говорим, мы там, где мы рассказывали теорию, мы ее останавливаем себе, мы делаем пометку. Все, пошли в конфликт, группа готова работать. Это очень хорошо. Мы замолкаем и говорим, все, а теперь давайте тренироваться. И делаем упражнение. Вот, вот что важно. То есть, мы прислушиваемся. А если мы сразу же пришли на тренинг, и сразу же, бац, и активное упражнение, то группа будет его делать формально. Вот, то есть, вот этот вот ритуал, знакомство, цели, мини-теория, он важен, это такая вот подготовка. Подготовка. Мы как бы маринуем еду, чтобы она была максимально вкусной. Вот такой вот у меня образ. Андрей, ответила я на вопрос? Да, отлично. Вот, то есть, в корпоративном тренинге там уже есть своя стадия, и важно ее распознать. Так, следующая у нас стадия, так, 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 вот, следующая у нас стадия, это стадия нормирования. Стадия нормирования, она начинается тогда, когда вот выискивается какая-то альфа. Часто это может быть уже не та альфа, которую мы думали была в начале. И мы, и он говорит, ну, вот все там спорят, например, вот они смарт-гладачу делают, и все вот спорят, здесь вот измеримость, вот будет это измеримость, или это будет неизмеримость, или это на самом деле реалистичность указывают. И вдруг какая-нибудь Юля говорит, ну, вот, давайте мы с вами уже попробуем на другом кейсе вот это вот потренировать. Мы чувствуем, что это очень конструктивное намерение, и мы говорим, прекрасно, да, давайте измерим их сейчас в другом кейсе. В другом кейсе посмотрим. А здесь мы с вами договариваемся все, что измеримость смарт-задачи – это конкретные цифры. Вот, не знаю, я сейчас вам приложу это примерно, не знаю, насколько для вас сексуально, но мне кажется, смарт-задачи там все тренеры, они так или иначе с этим знакомы. Вот, сейчас там измеримости бывают споры. Вот, и вообще давайте договоримся, что мы будем говорить по одному, да. Вот, смотрите, то есть мы нашли вот эту вот альфу того, кто не готов ввести к результату, к обучению, да. Все, мы его поддержали, и мы формируем правила. Мы говорим, да, прекрасно, все, давайте договоримся, измеримость – это цифры. Все, хлоп. Теперь, и то, что мы говорим по одному, да, например. То есть там, где вот этот вот конфликт, все, кто-то начал переходить на формирование правил, мы его поддерживаем и закрепляем тем, что проговариваем сами. А потом, когда кто-то через полчаса вспоминает и говорит, ой, нет, а я вот думал, что измеримость – это все-таки вот это. То есть он, а измеримость – это на самом деле, господи, что он может сказать? Что измеримость – это как мы достигнем этой цели. Мы говорим, ну, этот вопрос уже обсудили, да, и мы решили, что важно указать конкретные цифры. То есть, смотрите, он вроде как бы нам сейчас уже на стадии близкой, конструктивной ведет себя как омега, он вроде как бы говорит о своем несогласии, но мы уже договорились, что мы это больше не обсуждаем. То есть мы уже договорились, на это время потратили и обсудили, что измеримость – это цифры. Все, и мы уже за ним дальше не спускаемся, понимаете? Вот это вот очень важно. Один раз мы спустились за омегой, все, больше мы не спускаемся. Это важно, потому что групповая динамика – это все-таки волна, и кто-то первый в этой волне, а кто-то, понимаете, вот он только еще подтягивается сзади. Но мы уже время не тратим несколько раз на одно и то же. Так, и следующая стадия – это стадия функционирования или стадия конструктивной работы, или, собственно, сама команда. Вот, и здесь лопата, то есть здесь мы копаем. Мы, собственно, пришли к тому, ради чего были все предыдущие стадии. Вот именно сюда нам нужно бежать, потому что именно здесь, собственно, и идет обучение. И если на формальной стадии, на стадии конфликта, может быть, там, 80% времени, предположим, может быть, потрачено, но это неправильно, если 80% времени туда уходит, то за эти 80% времени 20% информации. То на конструктивной стадии за 20% времени люди обучаются, остальным 80% знания не получают. Это вот очень важно для нас. Поэтому, когда мне говорят про тайминг, то, что вот я прописал по минутам тренинга, и он у меня не идет так по минутам, я говорю, это нормально, потому что есть понятие групповой динамики, и конкретные люди, которые все это корректируют. И мы никогда не можем прописать точное время. Важный результат, что мы успели, а тайминг этому поможет. То есть на конструктивном этапе люди очень работоспособны. Их эмоции вышли, они уже готовы, замотивированы учиться, и у них уже мозг свободен для обучения, потому что там власть поделена, команда устаканилась, и поэтому наша задача тренироваться. И здесь мы даем самую ценную информацию. Мы даем здесь ролевые, деловые игры. Мы здесь тренируемся, копаем, то есть тренируемся. То есть мы здесь уже не болтаем много, потому что люди готовы работать сами. И мы даем им работать. То есть теорию мы минимум упускаем. И вот смотрите, еще что важно, что если на стадии формальной, участники чувствуют себя небезопасно. И поэтому активно участвуют только альфа и омега. Ну, то есть там альфа и омега, и приближенные к ним, то есть люди с наиболее таким вот большим энергетическим запасом. И это нормально. И не надо тех, кто стесняется и смущается, тащить в самом начале вперед. То на этом этапе, на этапе конструктивном, уже все наиболее яркие, те, кто стремился привлечь к себе внимание, они привлекли и удовлетворили себя, здесь наша задача вытаскивать всех остальных, вытаскивать тех, кто стеснялся. И уже пространство для них будет безопасное, потому что конфликтовать уже никто не хочет. И придираться особенно сильно тоже никто не хочет. Вот. Поэтому мы вытаскиваем всех остальных и тренируемся, тренируемся, тренируемся. Запись будет, да. И Екатерина у нас уже выкладывала ссылку, по которой будет запись. И следующая стадия, это стадия завершения. Здесь что нам важно? Сейчас вернемся опять на наш важный слайд, который у нас в начале. Что нам важно на стадии завершения? Вот смотрите, завершить наши задачи на подъеме. Вот. Поэтому, во-первых, наша задача вовремя закончилась, пока у людей энергетический вот этот вот запал остался. И не надо заканчивать всеобщим плачем. То есть как нам плохо расставаться друг с другом. Потому что плачь – это когда все закончено. А наша задача закончить на том, что начинается новая жизнь. Жизнь с новыми навыками, с новыми результатами. И вы, пожалуйста, применяйте то, что мы с вами разобрали. Поэтому наша задача – вдохновить на достижение результата. Во-первых, вовремя закончить. То есть когда уже появилась первая усталость от тренировок, и на этом мы заканчиваем. То есть если мы должны по времени еще дотянуться, то мы тогда не даем таких вот сильных смысловых упражнений. Тогда лучше потратить это время на эмоциональные упражнения, на более сильные упражнения, на обратную связь. Но на обратную связь, скорее, в большей степени вдохновляющую или развивающую. То есть не только комплименты, но и критику можно сказать друг другу. То есть развивающую обратную связь. И чем еще важно, почему важно в завершении обратной связи друг другу и тренеру, или там на общем круге, когда мы делаем, да, то вообще в целом обратная связь по тренингу. То, что, смотрите, сначала мы пришли и переживали, а как мы будем выглядеть на этом фоне. Мы переживали, вот мы раскроемся, и что дальше. Дальше в процессе тренинга, на конфликтном этапе, на стадии конструктивной все раскрылись. И теперь в конце или потом после тренинга опять начинаются у участников переживания. Ой, а не подумали ли обо мне плохо все остальные? Вот. И чаще всего никто о ком плохо не думает. И поэтому важно людям вот это вот проговорить и дать обратную связь друг другу. Вот. Это у нас по этапу завершения. Я сейчас проговорила. Так. Вот. Наша задача вдохновить. Шеринг, сбор чемоданов, то есть что мы примем, и по возможности обратная связь друг к другу, чтобы мы увидели, какой ресурс в каждом, какие там дополнительные возможности. Так, и мы сейчас с вами разобрали следующие три стадии. Нормирование. Это договориться, уже неформально договориться о правилах. Конструктивный этап. Меньше болтать, больше людям давать возможность тренироваться. И тренироваться всем, даже тем, кто молчал вначале. И как раз мы молчунов сюда втягиваем. То есть, смотрите, конфликтный этап. Это у нас этап говорунок, так называемый. Вот. Кто хотел выговориться, пожалуйста, идем на активное упражнение. Вот это вот первое упражнение, такие проблематизирующие. А молчаны, они на стадии тренировки, вот, на конструктивной стадии. А на стадии завершения наша задача вовремя закончить и вдохновить. На позитиве, но не на общем плаче. Так, вот по этим стадиям есть у нас с вами еще вопрос по последним трем. Так, вы пока можете писать свои вопросы. А я еще хотела вам рассказать про то, как рассаживается команда на тренинге относительно вот этих вот ролей. Все, групповая динамика это такая вот подсознательная вещь, поэтому все люди так или иначе ее как-то вот подсознательно принимают, принимают. И мы говорили с вами, что наша задача на тренинге тренеру не быть ни альфой, ни омегой. Но участники, когда приходят на тренинг, они думают, что вы будете альфой. Вот, и поэтому, и поэтому, смотрите, вы можете как угодно сейчас вот здесь на рисунке себя поместить. Вот, можете условно поместить себя на роль альфа, то есть когда участники приходят, они думают, что он будет альфой. И в начале тренинга вы так или начальник, то есть вы ведете их за собой. И вот тот, кто садится напротив вас, очень часто, это тот, кто будет наиболее сложный участник, то есть тот, кто будет омегой. Он подсознательно, подсознательно садится напротив вас для того, чтобы, ну вот он будет вашим прототипом. Но ваша задача не быть его прототипом и дать ему возможность быть альфой, понимаете? Так как мы решили с вами, что мы не боремся, мы не находимся вот в этой вот схватке, кто главнее, мы уступаем эту роль участникам. Мы с вами воздух, которым эти участники дышат и которым дышат. Вот, поэтому мы во всем его поддерживаем. И если вы вот этого вот человека, который садится напротив вас и который готов с вами конфликтовать, во всем поддерживаете, то он сразу же через первый час он становится и вашим помощником, который будет вести группу. Вот, а часто вот по правую и левую руку рядом с вами садятся ваши помощники. И у меня были такие яркие примеры, то что один раз ты начался тренинг, и там негде было сесть около меня. И у меня тут был компьютер, проектор, и мне нужно было там, чтобы показывать ролики, туда приходить. И приходит участник, который сам последний пришел, и вот он ставит туда вот этот вот стул. Я говорю, извините, мне здесь неудобно будет, пожалуйста, пересетите в другой метод. Нет, я буду вам помогать, хотя он первый раз меня видел. Вы знаете, такого чудесного помощника у меня никогда не было. Но это вот, смотрите, такое вот сознательное занятие позиции. Очень часто же люди садятся там, где уже места остались. Вот, поэтому это всегда все равно условно, то есть неоднозначное правило. Но когда вот так вот оцеленооправлено, то есть, понимаете, преодолевая препятствия, люди садятся и занимают эту позицию. Это очень важно. И также было с Омегой тоже один раз участник пришел, и у него где-то там сбоку, в середине было место, стул свободный. Уже начался от ремки, я бы начала, он такой раздвигает посередине вот это вот место, где у нас нарисована Омега, со своим стулом идет туда, нет, я буду сидеть здесь. И я понимаю, о, все, сейчас начнется это. И действительно я начинаю, и он мне каждое слово спорит. Но, опять же, я его поддержала, и там просто оказался кладезь информации и огромный ресурс группы. Он просто оказался немножечко не в том месте, то есть не в том, не на том уровне тренинга. Это был уровень, действительно, топ-менеджмента, там был линейный. Но вот он случайно попал в эту группу, и в результате он стал нашим огромным ресурсом. Вот, то есть вот такая вот полумифическая вещь, но тем не менее она работает. Это то, как люди занимают место в пространстве, оно уже о многом говорит. Как эффективнее проводить игры? Об этом будет идти речь? Вы знаете, об этом сегодня мы с вами не планировали говорить, но я планирую провести еще один точный вебинар, и он будет как раз про игры. Но я хотела поговорить про игры, именно ролевые. Вот, поэтому 13 апреля в 19 часов я вас жду на вебинаре, где будет про игры. Сегодня у нас с вами про групповую динамику. Если есть у нас еще остались вопросы, то вы можете их задавать, и я отвечу. Так, и я предлагаю, кому интересно, такой формат работы, как индивидуальные консультации, где я помогаю составлять план, анализировать то, что есть. И я приглашаю всех на тренинг-тренеров. Это один из моих любимейших проектов, который у нас состоится в Нижнем Новгороде в апреле и в Москве в мае. Вот, кому интересно, вы можете мне писать вот по этим вот координатам. Здорово, Сергей, Сергей, игрулечки. Игрулечки не поняла именно про игрулечки, то есть какие именно игрулечки интересные, да? Какие именно игрулечки на групповую динамику? Вообще на групповую динамику, если говорить про игрулечки. Ну что такое игрулечка на групповую динамику? Это вот первая игра на стадии шторма. И знаете, самая такая вот классика жанра, которая используется еще в школе или уже в школе у многих, это кораблекрушение. С одной стороны, все игры на убеждение, когда мы что-то все вместе делим, это все игры на групповую динамику. Но если говорить о тематических тренингах, то вот по циклу колбу наша задача давать упражнение на осознание, где весь навык он проявится. То есть если у нас тренинг продаж, то ролевая игра на продаже, тем более с соревновательным эффектом, она будет очень хорошо работать на групповую динамику. Если у нас управленческие навыки, то тогда ролевая игра на проявление всех управленческих навыков, то что, а давайте вот эта вот ваша команда, постройте из лего, там, например, дом, это тоже будет способствовать групповой динамике и все там проявятся. И типичные вот эти вот упражнения, то, что давайте решим, кого мы возьмем на необитаемый остров, какие мы вещи возьмем там на необитаемый остров или поделим наследство, вот это вот все на групповую динамику. Сергей, я правильно поняла ваш комментарий про игрулечки? Так, Маргарита, девушка, которая задавала вам вопросы, она претендует, да, на роль там, она претендует на роль альфы. Сейчас непонятно она, кто альфа или омега, по отношению к вам она омега, ну, потому что она вроде как бы спорила с вами, но претендует она на роль альфы. И, конечно, да, нужно ей дать возможность проявить себя, то есть наша задача ее поддержать и на первое активное упражнение ей дать возможность проявиться и выговориться. Вот, так я отвечу на ваш вопрос. Если, и чаще всего те, кто участвуют вот в первом упражнении, они потом успокаиваются и становятся действительно нашими помощниками. Друзья, есть у нас еще с вами вопросы? Если вопросы есть, то можете задавать, а я вас жду, жду на следующих вебинарах. Звоните, пишите мне, присоединяйтесь ко мне в Инстаграме, в Фейсбуке, и там можно будет мне задавать вопросы. Приходите ко мне на тренинг тренеров в Нижнем или в Москве, об этом можно подробно в личку. Да, спасибо. Да, 13 апреля бесплатный вебинар, поэтому приходите. Да, спасибо большое всем. Очень хорошо мы с вами сегодня поработали. Я была очень рада, и ваши вопросы, они помогали. Тема по групповой динамике очень сложная. И на тренинге, когда я ее рассказываю, мы это все пробуем. И, конечно, это там больше нюансов, больше деталей. Но вам желаю я поймать свою волну. И главное, что я хотела сказать, что стараемся создавать условия для того, чтобы вот эта вот волна, она способствовала обучению и способствовала каждому участнику. Потому что и конфликт, и любая эмоция – это энергия. На этой энергии мы с вами очень много можем всего сделать. И именно это залог успешного тренинга. Если у нас структура и методология – это такие вот незыблемые основы, то групповая динамика – это эмоциональная волна, которая сопровождает все это и обволакивает. Да, да, спасибо. Создавайте свои тренинги. Направляйте групповую динамику в конструктивное русло. Буду рада увидеться с вами еще. Спасибо всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!